Привет! Сегодня мы едем в пресс-тур в город Владимир. Покажу вам, что же такого в этом пресс-туре, что нам будут показывать, о чем рассказывать и какой музей мы посетим. И немножечко порассаждаем, естественно, на тему маркетинга. Если вам интересно, то поехали! Нашли наш автобус. В этот раз в пресс-тур из Москвы отправились всего 5 человек. Не могу сказать, что доехали с комфортом. Я, например, ехала вообще спиной вперед, и меня очень сильно укачивало. Короче, мы приехали во Владимир. Сейчас будем обедать вот в этой гостинице. А приехала я в этот пресс-тур не одна, а с моей племянницей Александрой. Вот, познакомьтесь. Она будет часто гостем на моем ютуб-канале, если я его, конечно, не заброшу. Кафешка при отеле оказалась очень приятной. Ну и что я хочу сказать? Что работа в сфере журналистики, медиа, СММ, она дает возможность путешествовать, общаться с институтами, узнавать мир, ходить в различные музеи, которых ты просто там в обычной жизни и знаний не знал. И это настолько все интересно. И просто вот задумайтесь, как часто у человека, который работает там 5-2, и в выходные пытается решить какие-то бытовые, семейные вопросы, как часто он может вывозить даже просто в соседний город. Если вы действительно хотите как-то разнообразить свою жизнь, то работа в сфере медиа – это отличный вариант, потому что вы будете и зарабатывать, и сделать жизнь интереснее. Обед у нас был прям царский. Салат, суп и горячее – все очень вкусно. Сейчас мы пойдем популярен по городу Немельчика и затем в музей, куда, собственно, мы и должны были прибыть. То есть, наш пункт назначения. И пока мы сидели в ресторане и обедали, мне пришел ответ от маркетолога на курсы, который я сейчас прохожу. Это курс по маркетинговым стратегиям от Элеоноры Тюрины. И черт возьми, как же это невероятно прекрасно. Я нашла, наконец-то, тот образовательный продукт, который мне очень был нужен, который я долго искала. Это действительно помогает сексурировать всю информацию, которая у меня есть в голове. И я надеюсь, что это поможет мне улучшить мою работу. О нем я подробнее расскажу, наверное, в следующем видео, потому что это действительно дело, о чем стоит говорить. Субтитры сделал DimaTorzok Добрались, наконец-то, до музея. Конечно, годы постройки некоторых зданий просто невероятно удивляют. Действительно, нужно было сюда приехать, и уже на полноценный посему это будет пройтись и посмотреть. Музей оказался красивым. Здание 18 века, отреставрированное. Здесь все чистенькое и стильное. А сотрудники просто замечательные, доброжелательные и крайне тактичные. На открытие экспозиции мы пойдем в рабочие, но пока не распустили посмотреть картины в галерее, но здесь в другом зале. Вот. Так что давайте смотреть их вместе. Первые два зала картины галереи посвящены изобразительному искусству Владимирской области, живописи и графике. В конце 1950-х годов на волне Хручевской оттепели появилась Владимирская живописная школа, которая стала заметным явлением в искусстве. Здесь представлены работы Владимира Юкина, Кима Бритова, Валерия Кокурина, Николая Мокрова и других. Интересна также и Владимирская графика. Здесь можно осмотреть работы Петра Дика, Александра Бочкина, Бориса Французова, Владимира Леонова, Владимира Рузина. Каждый любитель искусства точно делает здесь что-то для себя. Затем осмотрели четыре зала, в которых представлена экспозиция искусства провинции 18 века, первой половине 19-го. Здесь представлены более 120 произведений, которые поступили в музей 1920-е годы из национализированных дворянских усадеб, а также из некоторых духовных и общественных учреждений. Послушайте, как на весь зал звенит эта хрустальная люстра. Просто фантастика. А на этих музейных экспонатах можно даже посидеть. Нас наконец посетили на основную выставку, зачем мы, собственно, сюда и приехали. Сейчас я все покажу. И это, конечно, урожай. Эта экспозиция посвящена знаменитой стоятке Сунгирь. Здесь представлены около 250 уникальных предметов, найденных на всемирно известной верхней палеологической стоянке около Владимира. Сунгирская стоянка – это самая северная в Европе из известных поселений древних людей эпохи позднего палеолита. 26-30 тысяч лет назад она была открыта на восточной окраине Владимира в 1955 году. Богатейшие находки сунгирских захоронений стали настоящей сенсацией в мире науки. И основные археологические работы здесь велись с 1956 по 1977 годы, но до сих пор проводятся научные исследования материалов. Раскопки на месте Сунгири в настоящее время не ведутся, а территория археологического объекта не благоустроена. И в настоящее время прорабатываются идеи по организации на этом месте археологического парка. Центральная композиция – это захоронение двух подростков, открытые в 1969 году на стоятке Сунгирь, после чего оно приобрело мировую известность. Люди расположены головой в голове. Старшему было примерно 13-14 лет, а младшему около 9-10. Также с людьми погреблены предметы, вооружение, огромное количество бусин, культовые фигуры животных, пластинчатые браслеты и перстни. Раньше считалось, что найденные останки подростков – это мальчик и девочка. Однако в 2017 году ученые пришли к выводу, что это все-таки два мальчика. До сих пор загадкой остается и причиной их смерти, и такое количество предметов захоронений. Открытие этой постоянной выставки – это огромный шаг к новым знаниям, к развитию туризма. И наверняка сюда будут приезжать археологи со всего мира, чтобы видеть эти уникальные находки. Короче, как вы поняли, эта выставка абсолютно поражает. Господи, 30 тысяч лет. Не 30, 30 тысяч. А я переживаю, что я старая. А-а. В общем, если у вас будет возможность приехать во Владимир и сходить, посмотреть эту выставку, то я прям советую. Саша хорошая девочка. И что, хороший отзыв? Надеюсь. Ну, конечно же. Естественно. Ну, конечно, самый главный пункт любых тусов с прессой – это пушетик. А здесь все еще так красиво оформлено. Ну, что, красота. Ну, что, мы выполнили работу на все 100%. Все отсняли, все сделали. Поели. И теперь мы готовы немножечко прогуляться по городу. У нас есть еще 30 минут до выезда. Ну, что пойдем посмотрим на эту красоту. Видите, какой сувенир нам дали в память о выставке. Посмотрите, какой это чудесный. Это невероятно мило. Эх, вот люблю я старые города с историей. Конечно, просто невероятно классно здесь ходить, все это изучать. И, естественно, хочется выйти в эти здания, зайти каждый кирпичик, попробовать. Класс. Люблю такое. И все, дорога домой. Вместе с пробками мы добрались за два с половиной часа. Ну, все, я дома. Пока по этим пробкам добрались. Потом метро. В итоге меня еще укачало по дороге. Потом, короче, пришла домой. Быстрее нужно поесть, потому что я голодная. И в итоге только часам к десяти я вообще пришла в себя более-менее после поездки. Она, конечно, невероятно прекрасна. Мне очень понравилась. Но в любом случае дорога, особенно когда тебя укачивает, это все равно сложно. И что я сейчас буду делать? Буду монтировать видео, которое успела там отснять. Может быть, и Рилс успею сделать. И на чем мне хочется закончить видео? Просто, черт возьми, вылазьте из офиса. Я все понимаю, правда. Но жизнь так интереснее, если ты не тратишь ее на график 5.2 в офисе. И можешь позволить себе ездить, узнавать что-то новое, куда-то ходить, с кем-то общаться, что-то узнавать. Если вы действительно хотите попробовать себя в какой-то другой сфере, более творческой, то маркетинг — это то, что нужно. И если не знаете, с чего начать, то у меня есть обучение. Курс называется «СММ для взрослых». Там 5 огромнейших уроков, где мы разобрали просто от и до все, что вам нужно знать про сферу СММ, маркетинга, онлайн-маркетинга и так далее. И помимо этих уроков я вас лично буду обучать оффлайн. Либо мы на созвонах, либо мы встречаемся и работаем. Сразу проходите практику в агентстве, то есть мы даем вам конкретных клиентов, где вы сразу за деньги будете выполнять определенные задания, будете сразу практиковаться и получать за это деньги. И если вы себя хорошо покажете, будете ответственны, то мы сразу дадим клиентов, где вы будете проект-менеджером, и сразу будете зарабатывать хорошие деньги. И не то, что купите курс, вы реально сразу начнете зарабатывать. И мне кажется, это действительно отличный путь. И смотря на своих учеников, я понимаю, как сильно изменились их жизни после того, как они пришли к нам. И черт возьми, если вы правда хотите этого, то это не так сложно. И мой курс вообще недорогой, при той пользе, которую мы даем. Поэтому, если вы ждете знак, то, может быть, это он. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, вам было интересно со мной провести этот день, поехать в пресс-тур и посмотреть на какие замечательные экспозиции. И, возможно, вы приедете во Владимир после этого видео и сходите в этот музей. И если вы решите прийти ко мне на обучение, то я тоже буду очень рада с вами познакомиться лично. Ну что, пока. Ставьте лайк, если вам это понравилось. И до встречи в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok